Ну а сейчас пришло время узнать, что нижегородцы делают в интернете вообще и в социальных сетях и ютубе в частности. И об этом Ксюша Косицына. Здравствуйте. Сегодня сети проникают в сеть для того, чтобы узнать, что смотрят в Нижнем, в стране и в мире. Жители Нижнего Новгорода начинают искать что-то в интернете в 8 часов утра. Их, то есть наша поисковая активность, возрастает в течение дня до 15 часов. Особенно это заметно выходные. Пик же активности приходится на 22 часа. Настало время узнать, что же мы так активно ищем в интернете в 10 часов вечера. Свою версию клипа на песню Crazy All My Life сняли в Кстове. Недавно добавленное в соцсети видео повествует о горячем кстовском парне. Впрочем, почему он crazy не удивляет. Наверняка на съемках и голову себе отморозил. С нижегородских просторов шагнем дальше. Узнаем, что на этой неделе смотрит вся страна. А в центре внимания российских интернет-пользователей интервью Инны Жирковой, жены футболиста Юрия Жиркова, которая завоевала титул «Миссис России-2012». Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Ну, наверное, все-таки, ну... Наверное, все-таки Солнце. Нет, Земля. Так Земля или Солнце? Я не знаю. Я с детства ходила в музыкальную школу, на фортепиано, хор, естественно. Скажите, пожалуйста, кто написал «Полонес Агинского»? Нет, не спрашивайте меня, не буду позориться. Ну, серьезно, кто написал «Полонес Агинского»? Я не знаю. А грибоедовский вальс? Не надо меня спрашивать. Я далека от этого. Как матери двух детей. А кто такая Агния Барто? Ну, наверное, она тоже мама. Ну, а Самуил Маршак? Нет, это далеки от меня вопросы. Кстати, вслед за этим видео в интернете появились и интервью опровержения. Сама Инна утверждает, что ей удалось сделать мир хоть чуточку прекраснее. А теперь о том, что актуально в сети в мире. Рейпер Псай бьет свои же рекорды. Его новый клип за пять дней набрал 144 миллиона просмотров. Кстати, в самой Южной Корее на телевидении этот клип запрещен, потому что якобы поощряет антисоциальное поведение и может стать плохим примером для юной аудитории. Остается только гадать, побьет ли Псай свои же рекорды по просмотрам «Гангам Стайл». На этой неделе незаслуженно забытым, на мой взгляд, в сети оказалось свеженькое видео «Кот носит конфеты». Такое чувство, что его хозяйка всегда мечтала о собаке, чтобы ее дрессировать. Но волей судьбы на месте собаки оказался кот, который по собачьей покорно приносит хозяйке конфеты. Не хватает только команды «взять». А теперь о том, что искали нижегородцы на этой неделе. Популярные запросы в поисковике – это поезд, цирк, роллы и рецепт. Судя по всему, нижегородцы собрались съездить на поезде в цирк, чтобы узнать рецепт приготовления роллов. Ксения, спасибо. Спасибо.